Приветствую вас! Вы знаете, начать свой ответ я бы хотел с того, что бы заметить. Вы играете в угадайку, сейчас, отчасти. То есть, да, вроде бы здесь, в общем все ясно, что происходит, но в то же время остается маневр для вашей, например, интерпретации ответа. Коллег, ну как это вот мне, по крайней мере, кажется, как мне, по крайней мере, видится, вы оставляете, осознанно или нет, скорее всего, нет, маневр для отступления. Вот, и вот этот момент, на мой взгляд, является далеко-далеко не самым лучшим именно для вас, если вы хотите, ну, все-таки, жить такой, знаете, больше свободной жизнью, да? То есть, вот вы говорите, что мы с молодым человеком вместе, да, пять лет. Пять лет – это срок достаточно большой. Пять лет – это не два года, да, и даже не три. И нужно анализировать ваши отношения, смотреть, удовлетворяют ли они вас, дают ли они вам, грубо говоря, что, что вы хотели бы, то, что вы хотите? Удовлетворяют ли они вас, раскрываетесь ли вы в них целиком и полностью? По какой причине за пять лет вы до сих пор не создали с мужчиной семью, да? То есть, ну, не вышли замуж за него. Понимаете? Вот это важно. Все вот это важно. И если с этим не работать, если это не анализировать, то навязчивые мысли, которые у вас есть, это действительно просто навязчивые мысли. Знаете? Просто навязчивые мысли, которые разврат, которые вообще ненормальные и так далее, и так далее, и так далее. Но кто сказал, что нормально, а что нет? Какие критерии нормально, что? Понимаете? А об этом вы не говорите. И я понимаю почему. Потому что, вполне вероятно, вы сейчас сами, даже сами себе, не готовы пригнаться в том, что ваши отношения с парнем вас не удовлетворяют, не устраивают. То есть, вы хотите двигаться дальше, а он нет, например. Ну, может быть что-то еще. Да, может быть еще какие-то другие моменты. Но то, что вы не называете вещи своими именами, это очевидно. Поэтому первое, что хочется вам сказать, это то, что давайте будем стараться, стараться называть вещи так, как они есть. Вот. А не избегать смотреть правду в лица. Только смотря правду в глаза можно будет в чем-то признаться, что-то решить и начать двигаться дальше. 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 Так. Недавно я начал размещать, что меня подтверждают навязчивые мысли. Недавно. С каких пор? То есть, что произошло тогда? Какие-то события этому подпособствовали, какие-то переживания, потрясения или что-то еще. Далее. Навязчивые мысли о девушках. Какие именно навязчивые мысли о девушках? Что именно вы делаете в этих навязчивых мыслях? Чего именно вы хотите? Далее. Далее вы говорите насмотрелось всякого. Опять же. С чего именно вы насмотрелись? Понимаете, я могу предположить, но лучше будет, если вы сами скажете, что именно, чего именно вы насмотрелись и зачем смотрели. Если, вот, говорите, что насмотрели всякого, то зачем смотрели тогда? Если говорите, что насмотрели всякого. То есть, вы либо смотрели это потому что хотели и у этого есть какие-то основания. Либо молодой человек, допустим, заставлял вас смотреть это. Ну, тут, тут тоже есть свои варианты. Да? Вот. Но в любом случае, в любом случае, все это нужно исследовать. Только исследуя, можно понять, как вы пришли к тому, к чему пришли. И не, и не, никак иначе. По-другому этого не сделаешь. Да? Дальше. Насмотрелось всякого. Теперь мысли мне надо пускать. Это странно. Ну, ничего странного нет. Если ваши желания не удовлетворены. Неудовлетворены. Такого раньше не было. Да и в чувствах. К парню, я уверен, на сто процентов. Это же не нормально. Аммм. Это нормально. Дело в том, что, эммм. Любовь. Как. Ну, скажем, скажем. Как. Духовное чувство. Или как. Может быть. Платоническое чувство. Да? Эммм. Это одно. Часто оно ознаменовывает собой и сексуальное влечение. Если вы об этом. Но не всегда бывает так. И иногда бывает так. Чтоб вещи разные. Ситуации разные. И любите, любит человек одного, а хочет человек другого. От чего я страдаю? Решаются эти вопросы. Эммм. Противоречивые вопросы. Достаточно по-разному. Но... Эти вопросы решаем. В любом случае. То, что вот нужно понять вам, главное, что нужно понять, да, это то, что вопрос интересно, решаемо, это главное. Дальше, значит, вы пишите, это же не нормально, спрашиваете вы. Значит, ненормально с точки зрения кого, сразу давайте так скажем, так вопрос поставим, что есть нормально, что есть ненормально, это вопросы к вам, на что вы опираетесь при вынесении вердикта относительно того, что вот это нормально, а это нет, да, и как это влияет на вашу жизнь. Вот. Далее, вы спрашиваете, как избавиться от этих мыслей. Понимаете, навязчивые мысли есть ваше желание. Мысли к мысли как бы сигнализируют вам о том, что вы не удовлетворены, что вы что-то держите под запретом. совершенно необязательно думать, что вот вы испытываете какие-то чувства к девушкам, нет. Девушки, у вас ассоциируется с чем-то. С чем именно, я сказать, конечно, не могу. Ну, потому что, не знаю, может быть со свободой, может быть с нервностью, то есть с отношением к себе определенного рода, может быть с чем-то еще, это нужно разбирать. Но пока что, пока вы хотите избавиться от мыслей, они будут у вас. Почему? Потому что избавление от мыслей, именно избавление, не решит проблему. Избавление значит подавить. И если вы так позиционируете себя и свои желания, то я не удивлен, что у вас появились навязчивые мысли. Потому что, если вы подавляете себя, то рано или поздно подавляемые желания начнут прорываться через подсознание, даже если вы их вытесняете. Вот. Так что, то что с вами происходит сейчас, это повод задуматься о том, насколько вы заботитесь о себе, насколько вы заботитесь о своих чувствах и насколько вы ориентированы в отношениях на себя, а не на, например, молодого человека, который за месте с вами живет, да, но который так до сих пор за пять лет и не сделал вам предложения. О чем-то это говорит. Ну, на самом деле, есть много возражений на эту тему. Говорят, что вот, у нас нет денег, у нас там, мы готовимся к сладьбе, молодой человек обещал, вот. Все это здорово, но все это по сути своей, к сожалению, не более, чем детский лепест. Потому что, либо женщина ставит себя так, что мужчина понимает, что он не может не сделать ей приглашение, и это мотивирует его на какие-то действия, либо женщина ставит себя так, вот что он с ней живет пять лет, да, или просто обещается пять лет, и не делается ей предложения. То есть просто, чтобы вы понимали, просто, чтобы вы понимали, страдаете от этого вы. Навязчивые мысли – это результат того, куда завел вас, ваш путь, вот. что, я рекомендую прислушиваться к себе больше и более глобально, более глобально, более масштабно, если угодно, смотреть на то, чего вы хотите. Хотите. То есть не нужно бояться, что вы, там, хотите быть с девочкой. Вот, не нужно этого бояться. Важно, что стоит за этим, за мыслями о девушках. Важно понять, как меняет это ваша жизнь. То есть вот вы, вот, вы представляете, что вы с девочкой, что вы получаете из того, чего хотите, но то, чего у вас нет сейчас. И вот это и является тем важным и главным, на что вам нужно обратить свое внимание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.